Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. Сегодня я покажу Вам свои покупки и поделюсь маленьким секретом, как можно купить спицы, пряжу, товары для рукоделия и все другие товары за полцены. Кому интересно, смотрите это видео до конца, обязательно ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях и рассказывайте, где Вы покупаете товары для рукоделия. Итак, первая моя покупка это счетчик для вязания фирмы Пони, который я купила на Озоне, меньше, чем за полцены. Сейчас я его открою и мы вместе посмотрим, что входит в комплектацию. В пакете был сам счетчик. И кстати, я читала в отзывах, что он сделан из картона. Но это не картон, это пластик, довольно прочный, белый, диски крутятся свободно, все деления и цифры на нем отчетливо пропечатаны. В комплекте идет инструкция на нескольких языках, она достаточно большая, но в ней нет ни слова по русски. И на дополнительном вкладыше есть перевод этой инструкции на русский язык. Итак, инструкцию я изучила, тут все просто. Смотрите, приложили образец к окошку, посчитали количество петель и посчитали количество рядов. Теперь отметку 5 см, так как у нас высота и ширина окошка 5 см, мы должны соединить с петлями и рядами. Верхний диск – это диск петель. Предположим, что в 5 см мы насчитали 10 петель, совмещаем эти значения на дисках. Дальше нужно на нижнем диске с рядами найти число, которое мы насчитали в окошке, пусть это также будет 10 рядов. Теперь мы можем найти данные для своих расчетов. Если нам нужно связать ширину, например 40 см, смотрим на верхний диск, нам нужно набрать 82 петли. И точно так же с рядами. Если нам нужна длина, к примеру, 50 см, значит нам нужно провязать 100 рядов. Вот таким образом можно облегчить себе работу с расчетами будущих изделий. Заказывайте и считайте легко и быстро. Помните спицы, которые я нахваливаю почти в каждом своем видео? Сильно я их люблю и брала я их в мире вышивки. Ссылку оставлю, чтобы Вы могли зайти и сравнить цены. Так вот, на Озоне тоже есть эти спицы от компании Прим. И я решила, что постепенно буду пополнять свой арсенал. Заказала в этот раз седьмой номер. И точно так же обошлись они мне меньше, чем за пол цены. Очень красивая коробочка, даже жалко ее открывать. Написано, что спицы эргономичные, значит в руке должны сидеть удобно. Подтверждаю, для меня это очень удобные спицы. Толщина 7 мм, длина тросика 80 см. Удобные для захвата кончики, треугольная форма в сечении и металлический тросик, который не перекручивается. И все же достанем их из коробки. Вот они мои красотульки. В этом месте, где спица соединяется с тросиком, прорезиненная вставка. Во-первых, это прочное и гладкое соединение, а во-вторых, тыльная сторона руки лежит на этом мягком месте и не устает. Пимпочки на кончиках надежно захватывают петли и они не соскальзывают. В центре узоры, название производителя напечатано краской и на моих, можете посмотреть, уже немного потерлась краска. Это говорит о том, что я их буквально не выпускаю из рук. Тросик не имеет памяти, поэтому не закручивается в петли. Удобно передвигать петли и держать спицы в том месте, где сечение треугольное, а в начале каждой спицы есть утолщение, в этом месте формируется высота петли. И еще одни спицы я купила, это укороченные съемные спицы Nova Cubics от Knit Pro. Такими спицами удобно вязать шапки, рукава, детские изделия. Не помню, какая у них длина, давайте измерим. А длина у них 8,5 см. Вот такие милые, очень гладкие и приятные на ощупь спицы. Они имеют квадратное сечение, на одной из сторон нанесен размер при помощи гравировки. К этим спицам необходимо приобретать тросик, они идут отдельно. Но так как у меня есть набор, я тросик брать не стала, надеюсь, что соединения подойдут. Да, все хорошо, все таки у них один производитель. Получается вот такое гладкое соединение. Повторюсь, эти спицы укороченные, чтобы было удобно вязать маленькие детали изделий. Слышала, что их кубическая форма помогает вязать петли с одинаковой высотой и полотно получается ровнее. Держать в руке их удобно, за счет соединения они немного удлинились и тыльная сторона ладони не висит в воздухе. По-моему, мне все нравится, так что рекомендую. И теперь давайте расскажу, как купить на Озоне по более выгодным ценам, чем в других магазинах. Вот мой аккаунт. Все, что мне нравится, я закидываю в корзину и наблюдаю какое-то время. Дело в том, что на Озоне цены постоянно меняются и можно поймать выгодные скидки. Вот видите, у этого товара нет скидки и пока я его брать не буду. А там, где есть скидки, слева поставим галочки и оформим покупку. И, как вы видите, я уже сэкономила 254 рубля. Переходим к оформлению. Сначала надо выбрать способ получения. Ищем пункт партнера, в котором доставка бесплатная. Если бы я выбрала почтовое отделение, доставка была бы платной и я снова сэкономила 325 руб. Еще можно оформить премиум подписку и все товары для вас будут с персональной скидкой. Переходим к оплате. Оплата банковской карты. И вы знаете, я поторопилась, надо было зайти в способы оплаты и выбрать оплату бонусами «Спасибо». Поэтому возвращаемся и заходим в заказы. Вот наш заказ, который ожидает оплаты, проваливаемся в него и нажимаем «Изменить способ оплаты». Выбираем бонусы «Спасибо», «Изменить» и вот теперь идем снова оплачивать заказ. Оплата бонусами «Спасибо». Вводим данные карты, система проверяет сколько у вас бонусов и то количество, которое вам доступно, появится в окошке снизу. Вот теперь можно нажимать «Оплатить». Нам говорят «Спасибо, ваш заказ оплачен» и вот та сумма, которую я заплатила за этот заказ, всего 457 рублей. В итоге, сколько получилось сэкономить? 254 рубля скидка, 325 рублей на доставке, 450 рублей за счет бонусов, и того больше 1000. Теперь вы знаете, как делать правильные покупки. Переходите по ссылке внизу, там для вас еще и промокод оставлю. Приятных Вам покупок, с Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.